Всем привет! С вами Анета из English Show и сегодня мы поговорим на одну важную тему. К сожалению, ей не часто уделяют достаточного количества внимания, но мы с командой English Show решили, что тему произношения мы не можем обойти стороной. Поэтому сегодня говорим о произношении. Многие считают, что если у них очень классный уровень английского языка, то у них произношение как бонусом прикладывается. Но, к сожалению, это не так. У человека может быть уровень C1 или C2, но произношение может хромать. Об этом мы сегодня и поговорим в нашем видео. И первая ошибка, которую совершают не носители английского языка, это приглушение звонкой согласной в конце слова. Возьмем два слова. Чаще всего мы их произносим одинаково. Но в слове плохой, есть звонкая согласная. Ее нужно произносить, ребят. Давайте сравним. Плохой и бэт. Это летучая мышь. Казалось бы, такая мелочь, но слово кардинально меняется. Второй важный момент это умение отличать звуки в и в. Мы их почему-то все время хотим произнести одинаково. Но если звук В хоть отдаленно напоминает русский В, то с В дела обстоят совершенно иначе. Давайте разберемся. Чтобы правильно произнести звук В, нам нужно как будто бы слегка прикусить нижнюю губу. Как в словах Вайлейн. Вайлейн. Скрипка. Или Следы. Да, следы. Когда же мы произносим звук В, я себе всегда представляю француженку, которая говорит слово В. Мы как будто бы хотим вытянуть губы, произнося звук У, а потом забираем их резко обратно, возвращаем их в первоначальное положение. И получается звук В. Например, Работа, 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 работа. Или А теперь давайте сравним слова с этими двумя звуками. И первое слово А второе слово Теперь напишите в комментариях, какое слово прозвучало первым, а какое слово прозвучало вторым. Услышали разницу? Тогда давайте еще посмотрим два примера с этими словами, точнее с этими звуками. Первое слово А второе Ну что ж, С этими звуками мы разобрались, осталось только потренироваться, произносить их на практике. К сожалению, не всегда самостоятельная практика приносит плоды, потому что мы не можем слышать свои ошибки, и для этого я рекомендую вам заниматься с преподавателем. В нашей школе английского языка English Show у нас есть очень классные преподаватели. Вам только нужно отправить заявку и записаться на первое пробное занятие. И мы обязательно вам поможем улучшить ваше произношение. Следующая частая ошибка это произношение таких двух звуков. Первый звук И, а второй звук И. Посмотрите, как носитель произносит эти звуки в своем видео. Когда мы произносим первый звук И, язык находится чуть ниже передних зубов. Когда мы произносим долгий звук И, то мы как будто бы опускаем язык немного и улыбаемся. И. Давайте сравним в примерах. I have an itch. У меня зуд. У него зуд. Ич. I have an itch. Ич. Каждый. Ич. А тут парень произносит слово каждый. Если вы не хотите каждому рассказывать о том, что у вас зуд, то придется немного потренироваться в произношении этих двух звуков. И. И. Если не хотите докладывать каждому, что у вас зуд, тогда вам, ребят, придется немного потренироваться и отличать между собой эти два звука. И. И. И вот еще пару примеров. Hit. Hit. Ударять. Ударять. Hit. Второй пример. Hit. Жара. Hit. И. Следующий пример. Третий. Там вы услышите сразу два этих звука. Eat it. Eat. Ешь это. Ем. Пире. Это. Раз уж мы заговорили о долгих и кратких звуках, давайте еще упомянем два следующих. У. И. У. Когда мы хотим произнести долгий звук У, наши губы из нейтрального положения как будто бы переходят в вытянутые. И мы произносим букву У. Вытянутая. А буква У краткая, она больше напоминает русскую букву У. И там губы буквально немного округляются. Давайте посмотрим небольшой отрывочек и попробуйте там сравнить, как отличаются между собой эти звуки. Точного правила о том, когда нужно произносить краткий звук, а когда долгий его нет. И даже две буквы О подряд не дают вам такой гарантии. Например, в слове good звук краткий У, а в слове food звук длинный. Good food. Хорошая еда. Обращали вы внимание на то, как произносятся слова? Thanks, this, that. Да-да-да, я думаю, что вы уже угадали, какие там звуки в этих словах есть. Это мои самые любимые звуки, потому что я, наверное, еще не встречала ни одного студента, ученика, человека, который на первом занятии, когда пытается произнести эти звуки, не испытывал бы какой-то неловкости. Но на самом деле в этом ничего постыдного нет, это нормально. И спустя определенный период практики вы улучшите свое произношение и будете легко произносить. This, that, thanks. Итак, в чем основная ошибка в произношении этих звуков? Мы все время хотим их заменить на наши русские. С и З, но в английском дела обстоят немного иначе. Давайте разберем сначала глухой звук С. Для того, чтобы правильно произнести звук С, нам нужно язык поставить между зубами, кончик языка между зубами. И вопрос, как далеко высовывать язык? Для этого вам нужно поставить указательный палец перед губами, высунуть кончик языка между зубами. И между пальцем и языком должен быть примерно 1 миллиметр. И пытайтесь выдохнуть, как будто эту букву, этот звук С. Даже можно почувствовать такой ветерок, воздух на пальце. Попробовали? И пример. Думай. Видите, как у того парня язык торчит в видео? Он совсем не стесняется. А теперь поговорим о звонком звуке З. Точно так же поставьте язык, кончик языка между зубами. Не прикусывайте его, не зажимайте, иначе вы вообще ничего не сможете сказать. Пальчик поставьте, если вы еще не определились, насколько далеко высовывать язык. И попробуйте протянуть звук З. Чувствуете вибрацию? Если да, то у вас все получилось. И с этого звука начинаются наиболее распространенные слова. Такие как Кстати, в чем разница между Напишите в комментариях. А я пока прочитаю вам пример. Как же запомнить, когда употребляется звук The, а когда употребляется звук С? К счастью или к несчастью, но такого правила нет. Нужно просто практиковаться, тренироваться и все. Что же, переходим к следующему звуку. Звуку Р. Он кардинально отличается от русского рычащего звука Р. Потому что, чтобы произнести его правильно, нам нужно подвернуть, как будто бы, язык. И получается такой ковшик. Давайте прочитаем пример. Ребят, с этим звуком нужно быть максимально аккуратным. Потому что там, где он произносится в американском английском, он не произносится в британском английском. Вот так. Давайте посмотрим примеры. Например, в британском английском на конце слова этот звук не произносится. Но в американском английском в этих же словах звук Р произносится. Также не произносится он перед согласной в британском английском, в таких словах, как Но в американском произносится. А теперь определите, какое произношение у этого парня. В британском английском буква Р не произносится, поэтому этот парень говорит с американским произношением. А еще в английском есть замечательное слово В британском звук Р не произносится, поэтому получается Давайте посмотрим в примере. Сначала достань паяльник. А теперь сравните с американским. Железо. Кстати, какое произношение вам ближе? С каким произношением вам больше нравится общаться? Или какое проще для вас? Пишите в комментариях. А вот еще один звук, которого нет в русском языке, это назальный звук Н. В транскрипции он выглядит, как будто буковка Н с хоботком. С хоботком, как у слоника носик. Собственно, поэтому он и назальный. Такая ассоциация. И для того, чтобы проще всего научиться его произносить, попробуйте поставить кончик языка к нижним зубам, а основание языка поднять к небу. И получается звук Н, Н, Н. Я на самом деле даже не прикасаюсь к зубам, но кому-то так проще. Для чего нам вообще нужно знать этот звук? Во-первых, для того, чтобы хотя бы не перепутать слово грех и петь. Грех будет на английском sin, а петь будет singer. Вообще, в любой непонятной ситуации записывайте себя на диктофон, вы можете услышать, как вы звучите, и, соответственно, скорректировать по ходу ваше произношение. А вот еще один пример. Я все еще думаю об этом. Как же понять, когда произносить звук Н, а когда произносить звук Н? Слава богу, для этого у нас есть ряд правил, и сейчас я вам озвучу эти случаи употребления. Итак, первый случай, когда мы употребляем Н. Мы употребляем звук Н в словах, которые имеют сочетание букв NG. Пример. Второе сочетание буквы, это NK. Пример. Кстати, в слове thanks вы можете услышать сразу два сложных звука. Первый звук, когда мы между зубами ставим язык и продуваем его. А второй звук, наш уже новый, такой NG. И последнее сочетание звуков, это NG. NG. Angry. Злой. Angry. Или второй пример. Is she single? Она одинока? Или она свободна? Одни говорят, что нужно задуть фитиль свечи, произнося звук H. Другие говорят, что можно взять листик бумаги и попробовать выдохнуть тоже эту букву, этот звук H. Так выдохнуть, чтобы бумага прям начала трепетать. Но на самом деле этого всего не обязательно делать, не будем усложнять, а посмотрим, например. Следующие три звука произносятся с придыханием, с аспирацией. Это такие звуки, как они произносятся по тому же принципу, что и звук H. Мы их как будто бы выдыхаем. Давайте сначала разберем звук P. Попробуйте его прям много-много раз произнести. Как будто вы вдыхаете. Кто-то говорит семечку, как будто вы сплевываете. Представьте себе это. И пример давайте посмотрим. Представь его в своей голове. Закрой глаза. Когда мы произносим звук T, мы ставим кончик языка к верхним зубам. Если вам все еще кажется, что он какой-то твердый, глухой, попробуйте еще ближе кончик языка придвинуть к зубам. Получается мягкий звук T. И пример. Что ты скажешь, если мы попытаемся сделать все это? Звук K не имеет никаких особенностей в своем произношении, просто с придыханием. Давайте. И пример. Наверное, с красивым произношением все-таки лучше работать с носителями языка. В нашей школе английского языка у нас есть носители языка со всех стран мира, есть даже билингва. Поэтому, если вы хотите красивое произношение, записывайтесь к нам на первое бесплатное занятие, и мы с радостью займемся с вами произношением. На сегодня все. Конечно, мы озвучили не все важные звуки, но если вам эта тема зашла, ставьте большие пальцы, пишите в комментариях, мы продолжим эту тему развивать в следующих видео. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Анета.